Здравствуйте! Это второй зимний уровень 7СМ2, который тоже достаточно веселый, даже веселее. Он сложнее, по крайней мере, в начале. Сейчас вы видите, там в начале нас крупных врагов кидают, и я не о этих ребятах. Буквально вот когда спустимся, сопротивление прям будет чувствоваться. Представляем, надоедливых ребят. Там в бочках, кстати, еще один прячется. И да, смотрите, кто вернулся. Упс. И в нем какая-то загадка есть. Честно. Он то ли бессмертный первые несколько секунд, то ли у него просто здоровье больше, чем у остальных. И обогреваться можно вот у этих бочек. То есть необязательно сейчас заходить в помещение. Можно достаточно найти вот такую бочку и чувствую себя прекрасно. В этом бою это сильно помогает. Когда вот эти шарики прессуют на носку. Я не знаю, как я от этого увернулся, но, разумеется. Лучше вот здесь вот находиться, потому что паук будет менее активным. От него уворачиваться, это болезненная история. Пока еще вокруг весь вот этот вот бред творится. А он еще и предугадывает движение, как мы помним. А поверхность по центру арены немножко скользкая. Без фанутизма, конечно же, но чувствуется все равно что-то... Некая скользкость в поверхности. Ой. Наконец-то. И урона он наносит, конечно, добротно. Но это не страшно. В этих ангарах есть здоровье. И не только. Да, вот, отлично. Ну и, разумеется, вот эти вот ребята. Сзади нас вертолет будет встречать к такому подальше. Зайдем. Ничего страшного. Так. Зачем я сломал все ящики? Принок, я хотел показать кое-что. Как не запрыгнуть даже? Ну ладно, ничего страшного. Хотя нет, ядра мне нужны. Но они должны быть в этом ангаре. В одном из ящиков. А, отлично. Вот. В каменалах, кстати, пауки живут. Ядра мне нужны были вот для этого. Ну да. Ну раз уж заикнулся, я тебе покажу, что там. На контейнер можно забрасываться с помощью одного из ящиков и достать вон тот ящик. И в нем тоже ядра. Ну давайте там штуки все соберем. Почему бы и нет? Не зря же гимн-дизайнеры так старательно их размещали. Как и вот этот вот. Совершенно секретный секрет. Но весьма полезный, к слову. Со снайперкой. Снайперкой открыт. Не менее здесь знакомый уже обогревательный комплекс, где вот эти вот ребята отдыхают. И, к слову, детишки с наступающим. Здесь будет достаточно крупная волна футболистов. Иногда они прорываются вот таким вот образом, но ничего страшного. Обильный полив ракетами. И все будет хорошо. Им подмога пришла. Не то, чтобы она им поможет сильно. В какой-то момент их будет, правда, прям много. Ну, у нас есть ядра. Для критичных случаев. Ну, кстати, вот этот момент. Похоже, да. Пушка. Отлично. Должны быть последние ребятки. Мы сможем уже сбить этот надоедливый самолетик. Давай. Вот эта вот броня и вот это сердце с Санта-Клауса упали, если вы не заметили. Не обратили внимания, в смысле. Так. Не забываем заглянуть вот этот ангар. Не только за убийством этих ребят и ресурсами, но и за еще одним совершенно секретным контейнером. Который на этот раз содержит кроликов Ниндзи. Я не знаю, может, это отсылочка с чему-то может быть мне, но хотя бы они оставляют немножко ресурсов. Я правда не знаю, про что эти кролики. Больше здесь ничего полезного нет. Заходим за эту обогревайку. Тоже будут встречать. Сначала хочу избавиться от туреля. Я тут избавился от не очень в последнюю очередь, но да ладно. За этим контейнером находится потеряшка и бомба секретная. Давайте зайдем обогреемся. С одной стороны, ребята, стреляем. Просто почему бы и нет. Здесь вначале будет немножко неудобно, потому что очень-очень много угроз с разных сторон. Прежде всего хочу избавиться от туреля. А вот этим пареньком заняться бы как-нибудь. Например, вот так. Далее вертолет. Снайперим его, наверное. Знаете что? Он-то заслужил. Что-то. И он-то заслужил. Еще на турель. И небольшое затишье. Кто-то меня еще видит. А это ты. Смертный ракет. Все равно больше не вернется. Наверное. Не менее, да, от этих трылей лучше спрятаться вот здесь вот. Потому что мы все знаем, что они довольно смертоносны. И потихоньку их уцелились. Да. Где-то еще видит. А. Да, вы, ребятки, появились. Точно. Итак, вот здесь контейнеры не помечены как топ-секрет, но здесь находится последний секрет. Да, отлично. Серьезный урон. Он нам понадобится. Он прям хорошо нам поможет. В предстоящем бою. Хватаем его и... Сбиваем все, что движется. Сбиваем все, что движется. Так, когда из ангаров начнут выходить красные чуваки, с которым во времени должен уже и серьезный урон кончиться, и мы начнем замерзать конкретно. Да, вот сейчас. Пока еще урон есть. Будем расстреливать их. Отлично. Отогреемся. Отлично. Отлично. О, я забыл про тебя. Я-то совсем забыл. Не нравится-ка, они выкатываются из этих. Шаров снежных. тишина нам нужно вот вот ангар конечно я просто хочу показать что вот здесь есть только припасы знаю если они нужны то мне пригодятся если не найти серьезный урон потому что боеприпасов тогда на этот бой уходит гораздо больше рентами используем железная базе теперь еще умел целиться но и эта дверь уйдет финальному боссу этого эпизода который будет на следующем уровне достаточно сильный уровень размеренный нас встречаются в начале довольно агрессивно но все равно были успешны и последствии тоже было все достаточно весело если в предыдущем уровне вот это вот механика замерзания могла как-то еще приносить какие-то неудобства что приходилось возвращаться в обогревочные вот эти комнаты то здесь она вообще даже не ощущается практически везде есть ангар и везде есть эти вот бочки горящие то есть сугубо ваша вина если вы загружнете там вот так забавно уровень скрета интересная ну и просто если следующий уровень уже будет с боссом этого эпизода мы после него уже наконец-то финальная завершающая глава сервисом ну а это долгая игра есть столько много контента только уровней столько всего но это очень круто ну да ладно спасибо большое за просмотр всего доброго